Микс Ньюс. Только на Радио Болтком. Программа Абонент Доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент Доступен. Меня зовут Анна Смирнова. Мой постоянный соведущий Вадим Родионов сегодня отсутствует. Будем надеяться, что ненадолго. Наш гость сегодня на прямой связи журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. Здравствуйте, Сергей. Добрый день, Анна. Добрый день. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить и задавать вопросы нашему гостю. Пишите в WhatsApp 230-6191. Сергей, ну вот Алла Пугачева недавно выступила в Минске. Как вы оцениваете ее появление вновь на сцене? Ей не нужно выходить больше на сцену, потому что она не в той физической форме. К сожалению, это жалкое зрелище, когда артистка выходит и еле ходит по сцене, задыхается, еле дышит буквально. Я видел небольшой сюжет в интернете с этого концерта, снятый на мобильный телефон, песня «Женщина, которая поет». Это ужасное зрелище. Это невозможно на это смотреть, это невозможно слушать, это больно смотреть. Я смотрю на нее, и мне плохо становится. Понимаете, вот она еле стоит, за воздух держится, задыхается и не поет, а говорит песню, проговаривает слова. А мне плохо. Вот она стоит, еле дышит, и мне так же плохо, как и ей. Мне кажется, что я сейчас тоже упаду в обморок, прямо вот дома, на месте, со стула упаду. Вот у меня такое ощущение. Это жуткое ощущение. Артист не должен создавать у зрителя, у слушателя такое впечатление коллапса, кошмара. Артист должен нести слушателю и зрителю оптимизм, радость, счастье. Артист должен вселять веру в жизнь, понимаете, веру в счастье, в лучшее, в добро. Понимаете, а когда артист немощен и несет болезнь, кошмар, апокалипсис, нет, такой артист не имеет права выходить на сцену, понимаете. Не имеет. Если говорить не о физической форме. Сцена не для апокалипсиса, а для счастья, понимаете. Вы, кстати, в одном из интервью не исключали, что вместо Пугачевой на сцену может выходить ее двойник. Это так? Да нет, это придумали там, это журналисты придумали, конечно. Это просто смешно. Я просто, я высказывался в том духе, что сегодняшний облик Пугачевой далек от облика той Пугачевой настоящей. Что это совсем не та женщина. От той Пугачевой там нет ничего вообще, понимаете. Вообще ничего. Мы помним ту Пугачеву энергичную, яркую, с горящими глазами, с сумасшедшей улыбкой, энергичную. И сейчас выходит мумия. Просто вот мумия выходит на сцену и на публику. Какие-то фото ужасные. Это невозможно все смотреть на это. Это нельзя показывать. Неужели она этого не понимает? Неужели не понимает окружение, которое рядом с ней находится? Понимаете, это страшно. Это просто все страшно. Это просто так себя опустить, скинуть саму себя с пьедестала, просто вот сбросить самую себя с пьедестала. Это страшно, понимаете. Это не кто-то ее сбросил. Это сама она себя уничтожила. Потому что нельзя в таком виде появляться на публике. Нельзя. Просто это должно быть очевидно. Если говорить не о физическом состоянии Аллы Пугачевой, вот вы в январе давали интервью, вы сказали, что ее песни, они, последние песни, вы назвали ужасными и бездарными. Вот если говорить о творчестве в целом, как вы его оцениваете? Абсолютно бездарные песни, эти последние песни. Я не знаю, кто это пишет. Я не знаю, зачем это нужно петь. Когда был такой репертуар шикарный, зачем петь какую-то ерунду, позорную, без музыки, без текста, без смысла, просто какой-то набор слов. Зачем это петь, скажите? Когда у вас был репертуар великолепный. Ну зачем петь дурное, плохое, негодное, если у тебя есть репертуар? Ну я не понимаю этого. Вот Юрий Антонов поет 40 лет, поет один и тот же репертуар, 30-40 шикарных песен, шикарных хитов. И нового ничего нет. И каждый год он собирает кремль, и не один с полным аншлагом. И поет одни и те же песни, один и тот же набор. И все в восторге, в диком, вот понимаете, в диком восторге, потому что это хиты на века. Вот на века эти хиты. И никто не просит его петь ничего нового. И не надо ему петь. Он каждый год будет петь в Кремле один и тот же концерт, вживую. И каждый год там будет аншлаг. И каждый год мы будем это слушать с удовольствием, и танцевать, и петь. Потому что это песни вечные, понимаете? И ему не надо петь ничего нового. Он уже все создал. Вот когда выступала София Ротара, вы тоже сказали, что... Раскритиковали ее выступление, сказали, что у Ротара, как у Пугачева, их песни уже спеты. На ваш взгляд, все-таки возможно ли продолжать карьеру артисту на ностальгии? На ностальгии по произведениям? Без новых произведений? Да, конечно. Я вам привел в пример Юрия Антонова, который поет ностальгический репертуар и поет великолепно. Имеет колоссальный успех. Ну, колоссальный просто успех. Понимаете? Побольше даже, чем Пугачева и Ротару. Филипп Киркоров, можно ли по-прежнему считать его королем эстрады, на ваш взгляд? Его нередко так называют. Я никогда его королем эстрады не считал. Понимаете? Это он сам себя так короновал. Понимаете, у нас на эстраде это психиатрическая больница. Сами себя коронуют королями, императрицами, примадоннами. Это пахнет дурдомом, извините. Вот там себя называют Наполеонами, Кутузовыми. Они, я не знаю, наверное, кто-то греческими богами себя нарекает. Ну, вот это из этой же серии. Кто-нибудь из артистов добежался на вас когда-нибудь за критику в свой адрес? Я думаю, что нет. Им все равно. Им это совершенно все не важно. Они живут абсолютно в другом мире. Они живут другой жизнью. Они живут не в этой стране. Они живут в этой стране, но они живут в другой стране. Понимаете? Они живут совершенно оторванными от жизни. Они не знают, чем живет народ, чем живут люди. Они живут в мире, созданном в их воображении. И в том мире, в котором позволяют им жить их роскошные, огромные гонорары. Совершенно несусветные гонорары. Которых они и не заслуживают. Понимаете? Ну, вот они так живут. У нас есть звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте. Да, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Как считаете, для чего в российском телевидении появились дикторы, а ведущие передачи, которые половина букв не выговаривают? Если это специально, радио. Либо вообще неким завидеть, что ли? Да, спасибо вам. Ну, вот такой вопрос от нашего радиослушателя, он конкретно не уточнил, кого иметь. Сегодня нет дикторов на телевидении. Если бы были дикторы, они бы выговаривали все точно, четко, железно, абсолютно. Сегодня вместо дикторов просто ведущие, журналисты, случайные люди. На телевидении много работает случайных людей, всяких родственников там чьих-то, людей чиновных, богатых, отовсюду. Телевидение – это сфера такая очень блатная довольно-таки. Просто так на телевидении, и, кстати, да и на радио попасть невозможно. Везде нужно иметь связи огромные, связи в правительственных структурах, в альгархических. Нужно иметь крепкие руки, понимаете. И поэтому туда ведут своих родственников, своих друзей и так далее, и так далее. То есть вы считаете, что это не соответствует действительности, если молодая девушка или молодой парень, закончив журфак, идет работать в какое-то средство массовой информации без связи, без блата так называемого. Это возможно сегодня, если мы говорим о России? Вы будете работать каким-нибудь заштатным корреспондентом в какой-нибудь утренней программе, и вам будут разрешать делать там один-два сюжета в неделю, в лучшем случае. И их увидит очень мало людей. Ну, что касается больших программ, крупных каких-то сетевых таких программ, ежедневных, да, ток-шоу, то просто так вы туда не попадете. И за всеми ведущими телевизионными кто-то стоит, какие-то силы очень серьезные. Поверьте мне, и талант на самом деле мало что значит. Важны гораздо больше связи, возможности. И если вы просто с улицы придете, ну, и даже если вы будете очень талантливы, ну, где-то вас там пристроят, где-то в каких-то программах к корреспондентам, но больших высот вы, так сказать, не добьетесь, потому что вам не дадут подняться на, так скажем, какие-то престижные должности, на места ведущих, например, где высокие гонорары. Вам туда не позволят подняться, если у вас нет связей во властных и влиятельных структурах. Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов с нами на прямой связи. Вы также можете звонить и задавать свои вопросы. Вот вы в одном из интервью сказали, что сами никогда не строили свою карьеру, карьеру журналиста и музыкального критика, может быть, а она вас нашла сама. Но вы свое предназначение осознали в жизни? Вы знаете, я не осознал, я не знаю своего предназначения до сих пор. Я не могу сказать, что я нашел то, что я искал. Так получилось, что мои знания музыки, мои какие-то энциклопедические возможности, способности, знания, они нашли некое преломление, приложение. Но это очень мало, к сожалению, малое приложение. Я мог бы сделать гораздо больше. Я хотел работать на радио, но на радио мне пути оказались закрыты. На телевидении были планы каких-то проектов телевизионных и в роли ведущего. Но все это рушилось, рушилось и уходило в небытие, потому что за мной не стояло никаких влиятельных лиц. И находились силы, о которых я не знаю, которым я был неугоден. Ну, видимо, потому что я человек, который имеет свое мнение, независимое. На меня невозможно давить. Мне трудно внушить то мнение, которого я не придерживаюсь. Я всегда буду говорить то, что считаю нужным говорить. И, кстати, говорю я и высказываю это в довольно корректной форме. В достаточно корректной форме. И очень мягко я говорю о многих вещах. И если что-то меня волнует, я говорю об этом с болью. Я никогда не говорю со злорадством. Понимаете? Вот вы говорите про Пугачеву. Для меня это страшная боль. И для меня это просто беда. То, что я вижу, то, что я увидел. Это как для меня личное разочарование и личная боль. Это личная проблема. Потому что, если бы я был равнодушен, допустим, к этому, то я бы вообще не говорил на какие-то вещи. То, что меня не волнует, я вообще об этом и не говорю никогда. Я говорю о том, что меня беспокоит. Как человека, как личность, как журналиста, как гражданина, если хотите. Сегодня уже никто не говорит слово гражданин. У нас сегодня все вот стало не поймешь что. Каждый в своем варится в соку, в каком-то своем мирке. Все людей перестали волновать судьбы мира, судьбы страны. Понимаете? Основную часть. Все замыкаются на каких-то собственных бытовых мелких проблемах. Семейных, там, я не знаю. Домашних. Уходит широкий взгляд на мир, на жизнь. Понимаете? А без этого нельзя жить. А меня многое волнует в этом мире. Волнует и волнует. Очень сильно, душевно волнует, сердечно волнует. Понимаете? Так что вот такие вот дела. Вот вы сказали, если говорить об упорстве и таланте, вы сказали, что многие дороги были для вас закрыты, несмотря на то, что у вас было желание работать в определенном месте. Вот интересно, что в одном из интервью вы рассказывали, что когда вы были членами жюри на «Х-факторе», приходили артисты, о таланте которых, ну, наверное, можно посомневаться ввиду их вокальных данных. Вы сказали им, вернее, они говорили вам о том, что нет, мы вам еще докажем, мы покажем вам, какими мы станем. Вот это вот упорство такое. Насколько оно необходимо артисту? Или все-таки иногда, может быть, стоит как-то перетрансформировать свои желания, направить в другое русло, например, где ты будешь более успешен? Как это осознать? Вы знаете, те люди, о которых я говорил, вот эти начинающие артисты, которые перед нами выступали, я их, собственно, представлял как жертв американских методик успеха. К сожалению, сейчас много всяких методик успеха, методик счастья, все это зиждется на каких-то американских разработках. Мы читали тоже кое-какие исследования разных психологов, американских и не только, где, в частности, говорится, что вы всего добьетесь, верьте в себя, вы все можете, если случилась неудача, не расстраивайтесь, идите дальше, если вам нравится какое-то дело, следуйте этой дорогой, учитесь, вы всего добьетесь, вы сможете доказать. Понимаете, это вот все глупо, это глупые методики. Вот слава богу, что нас в советское время не учили вот так прямолинейно, так тупо, понимаете, так вот жестко, в том плане, что верьте в себя, и вы всего добьетесь. Для того, чтобы добиться, нужно иметь потенциал, потенции, творческие, умственные, физические потенции, тоже здоровье, например. И когда вот эти певцы, у которых не было, поверьте, никаких данных для сцены, у них не было не только голоса, у них не было слуха, у них не было чувства ритма, у них не было чувства сцены, чувства зала, чувства зрителя, чувства музыки, понимания музыки. То есть у них для сцены было ноль данных, ноль. Но мы говорили мягко об этом, говорили, что, ну, подумайте, там, мы не можем вас пока взять. Мы мягко говорили. Вот. А если жестко, то их надо было просто послать и выгнать поганой метлой со сцены. Но мы такого себе не могли позволить. И вот они нам на вот такие мягкие замечания говорили, ах так, а мы всего добьемся, мы еще докажем, вы еще о нас услышите. Понимаете, мне было смешно это все слышать из их уст, потому что я понимал, что они жертвы этих американских методик успеха, которые зомбируют их. Мне жаль этих людей, потому что они не понимают, что у них нет никаких данных для сцены, ноль данных, что они никогда не добьются ничего на сцене. Понимаете? А они верят, потому что им внушили книжки американские, что они всего добьются. Ну, не жертвы ли это вот этих вот зомбирующих методик? Конечно, жертвы. И я могу их только пожалеть. Кроме смеха, я этих людей могу только пожалеть. Еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Вы знаете, я хочу сказать, большое спасибо вам за вашего гостя. Я ему хочу пожелать всего самого доброго. Пока живут такие люди, как он нам будет сильнее. Вот это все, что я хочу сказать. Да. Спасибо вам. Вот такое пожелание. Спасибо вам огромное. Спасибо. Мне это очень дорого. Спасибо. Что касается таланта, на ваш взгляд, Сергей, насколько они по справедливости раздаются и распределяются? Потому что бывает, что человек, например, ну не готов свой талант приумножать, скажем. Да, он у него есть и даже может быть выдающийся, но он, скажем, слишком ленив, к примеру, для того, чтобы им заниматься. Может ли талант в таком случае пропасть? И вообще, вот о справедливости в раздаче талантов, как вы считаете? Ой, вы знаете, это, Анна, это не наше умодело. Это не наше умодело, скажу я вам честно. Я много об этом думал. Это решается там, наверху. Это наверху решается. Это нам туда не надо влезать. Мы не понимаем, как это работает. Я не знаю, как это работает. Я много думал об этом. Что касается великих людей, гениев, гениев музыки, литературы, ученых гениальных, вы знаете, это проводники некой божественной мысли, некой высшей мысли. Они инструменты для проведения вот как средства, как инструмент для донесения оттуда, сверху из космоса, сюда на Землю, каких-то важных мыслей, важных открытий. Понимаете? Ну, я не знаю, как может простой человек просто так написать то, что он написал Бах, гениальные прелюдии и фуги, то, что написал Моцарт, то, что написал Чайковский. Понимаете? Я не понимаю, как простой человек это может написать. И я абсолютно знаю, что простой человек это никогда не напишет. Просто они стали проводниками. А почему, как выбирает вот Господь проводников? Господь или какой-то высший разум, это можно как угодно называть. Как он отбирает? Мы не знаем и никогда не узнаем, потому что это не нашего ума дело. Вот и все. Какова, на Ваш взгляд, плата за талант? Есть ли она? Плата за талант? Талантливых людей, в принципе, довольно много. Это не гениальные люди. Гениальные – это вот то, что мы сказали. Да, это гениальные композиторы классические, это ученые, это писатели, поэты, художники. за тысячелетия историй было, конечно, много, но все равно гениев мало, все равно это единичный товар. Талантливых людей, конечно, гораздо больше. Талант – это действительно большие способности в каком-то деле, большие, можно сказать, даже выдающиеся, но способности. Да, их можно развивать. Плата у каждого, наверное, своя. Потом, что такое талант, до конца тоже мы не знаем. Вот, чтобы с математической точностью, чтобы формулу вычислить таланта, вряд ли это получится у нас сделать. Формулы таланта, я думаю, тоже не существуют. Но можно ли сказать, говоря о поиске своего предназначения, о чем мы с вами начали, что одни люди успешнее других могут услышать какой-то свой внутренний голос и следовать ему? Вы знаете, это бывает так, а бывает не так. Кто-то слышит и идет по этой дороге, кто-то не слышит, не идет. Но на самом деле положение человека в мире, скажем так, в иерархии человеческой, оно, в общем-то, это положение возникает хаотично, хаотическим способом. Здесь нет рецептов. И талантливый человек может многого добиться, подняться высоко, и бездарь может многого добиться и подняться высоко. И талантливый человек может ничего не добиться или добиться очень малого и погибнуть, не реализовав талант. И бездарь может ничего не добиться, ну, вроде как, ему того и надо, да, собственно, он бездарь, ничего не может, так вот он и прозябает. То есть здесь нет рецептов. Вы можете быть талантливы, все иметь, всего добиться, и ничего не иметь, будете талантливы. Вы можете быть неталантливы и тоже все иметь, всего добиться, и ничего не иметь, ничего не добиться. Это хаотично работает, здесь нет закономерностей. А хейтеры и ненавистники? Кстати, хейтеры и ненавистники, можно ли считать? Посмотрите, вот Бузова, например. Да, Ольга Бузова. Она совершенно неталантливая. Она ни разу не певица. На чем основана тогда ее популярность, на ваш взгляд? Вот это вот невероятная популярность. Вот не знаю, но знаю, что это не музыкальный феномен, что к музыке это отношение не имеет. Но вы задумывались о том, в чем ее феномен? А вот что это? Может быть, социальный феномен? Вот это надо разгадывать. Может быть, это какие-то программы, может быть, она какой-то инструмент зомбирования людей с помощью каких-то программ, я не знаю, психологических, понимаете, внушения, зомбирования какое-то. И это работает на сегодняшнее поколение. А потому что на нас, на наше поколение, это не будет работать никогда. Понимаете? Вот я смотрю и понимаю, что это не певица, не артистка, что она ничего не умеет. Ну, какое-то шоу там, да, что-то, пых какой-то, да, картинка. Но этого мало, чтобы иметь успех. Вот у представителей моего поколения, во всяком случае. А для юных людей этого достаточно. Песен нет, музыки нет, голоса нет, ничего нет. Но есть какое-то шоу, и на нее ходят. Я не понимаю этого успеха. Но это новые технологии. Это новые технологии, которые, наверное, надо изучать. Изучать социологам, психологам, политологам. Потому что есть какие-то технологии зомбирования людей. То, чего не было никогда в советское время. И сегодня мы сталкиваемся с этим, может быть, впервые. Понимаете? Это новые какие-то технологии. Но это не музыкальный феномен, стопроцентно. К музыке это не имеет никакого отношения. Вот это я знаю железно. В советское время, вы считаете, не было технологии каким-то образом зомбировать людей, направленными на это? Ну, я не знаю. Я не думаю. Когда кричали «Ленин партия комсомол», и мы шли на какие-то митинги, я не считаю, что нас зомбировали. В школе у нас были пионерские линейки. И для меня это счастливое время. Мы верили в счастье, в будущее счастье. И в счастье сегодняшнее. Была идея. И когда говорили, нам внушали, и мы это сами понимали, что дело за вами, вы будущей страны, и мы должны жить ради будущего, ради лучшего будущего, я понимаю, что это было очень правильно. Это был правильный посыл, правильная идея. Потому что жить сегодня можно только ради будущего. Если будущего у вас нет, а есть только настоящее, то вам незачем жить сегодня. Если завтра вы умираете, сегодня вам незачем жить. Жить можно только ради будущего и ради будущности. Понимаете? Потому что настоящее подготавливает будущее. А если будущего нет, настоящее, извините, бессмысленно. И если будущего нет, как нам внушают какие-то методики, тогда вот можно сегодня гадить, загаживать реки, вырубать леса, сжечь леса. А надо жить сегодняшним днем, завтра нет. Вот поэтому сегодня происходят эти катаклизмы страшные. Понимаете? А жить можно сегодня только ради будущего. А если у вас нет будущего, сегодняшнее бессмысленно. Это надо очень хорошо понимать. Давайте примем еще звонок. Слушаем вас. Давайте. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, я включила радио. И так, такая довольная, что я включила. Я услышала голос своего любимого музыкального критика. Да, Сергей Сосеев. Хочу сказать такое большое спасибо этому человеку за то, что он просто есть и живет. Потому что это всегда какие положительные эмоции и от голоса, и от того, что он говорит. Вы прекрасный человек, Сергей. Я вам желаю здоровья на многие-многие годы и продолжайте радовать нас вообще своим присутствием в музыке. Спасибо. Спасибо вам огромное. Вам тоже счастье. Конечно. Вам, кстати, самому приходится с критикой сталкиваться в свой адрес? И как ее воспринимать? Как относитесь к хейтерам, к ненавистникам, так называемым? Ну, вы знаете, я на них стараюсь не обращать внимания. И почти не обращаю. Дело в том, что я не люблю интернет. Для меня интернет – это кошмар. Это просто напасть, это наваждение, это беда, если хотите. Мне это очень мешает. Я не люблю гаджеты, я не люблю социальные сети. Поэтому я… У меня много друзей, понятно, но я не всегда им отвечаю вовремя. На меня люди обижаются. Те люди, которым я должен отвечать, которым я обязан отвечать, но я не успеваю отвечать порой. Или я не хочу отвечать, потому что вот сам факт, надо взять гаджет, что-то там набирать пальцами. Мне это все, вот, понимаете, мне это прийти. У меня прямо вот какая-то фобия. Я страх перед этим, не знаю, безотчетный. Я люблю общение глаза в глаза, тет-а-тет. Я люблю слушать, мне важно слышать голос человека. А набирать какие-то бездушные кнопки, что-то там, как дела, да все, как ты приехал, да как ты там был. Знаете, мне это все, отвечать какие-то банальные вещи, мне неинтересно. А говорить о серьезных вещах, это я должен набрать огромные тексты, огромные, огромные. Я должен сидеть и набирать, и набирать. Но тогда я должен всю жизнь этому посвятить. Вот, поэтому я и не читаю, там что-то пишут, я не читаю всякую ерунду. Поэтому и пишет много людей, ну, слава богу, мне пишет много и хорошего. У меня огромное количество почитателей, поклонников, и я всегда говорю, что я очень вам благодарен, и я к вам кланяюсь. Для меня это очень важно, это для меня очень дорого. Мне там пишут, звонят, я понимаю, я всегда, я стараюсь быть благодарным, не всегда могу ответить. А что касается, там, те, кто не любят, да ради бога, нет таких людей, которые бы нравились всем, нет ни одного в истории человечества, нет ни одного гениального, непростого, как я, нет ни одного гениального поэта, писателя, композитора, художника, который бы нравился абсолютно всем. И в этом правиле нет ни единого исключения. Поэтому я потерплю, что там кто-то меня не любит, но и даже и хорошо, что есть разные мнения. Значит, я беспокою кого-то, значит, мои мнения, мои суждения, значит, они кого-то волнуют, кого-то радуют, кого-то возмущают. Мне кажется, это прекрасно. Вы сказали сейчас о своей нелюбви к соцсетям, к этому миру интернету открытому. Тем не менее, спасибо вам за то, что вы вышли к нам по Фейсбуку на прямую связь, несмотря на свою нелюбовь к социальным сетям. Благодарим вас за это. Но вот вы, несмотря на это, открыто говорите о своей сексуальной ориентации, но живя в России, это создает для вас определенные трудности все-таки, вот открытость в этом? Вы знаете, меня об этом очень редко кто спрашивает, скажу честно. И я отвечаю на это, когда об этом спрашивают. Вы знаете, в России нет вот какого-то такого деления на людей, там, той ориентации, не той. У нас традиционно этого нет. В советское время об этом было не принято говорить. Просто не принято. Ну, как будто этого нет. Вот это, просто вот этого нет. И сейчас, собственно говоря, эта тема тоже, она так идет пунктиром. У нас нет традиции говорить об этом. И, кстати, это прекрасно. Это прекрасно. На Западе, вот в Европе, я часто бываю в Европе, там тоже не принято об этом говорить. Там просто безразлично, что ты, как ты живешь. Может быть, там вот эта толерантность идет от безразличия. Там просто наплевать, как ты живешь, бедный, ты богатый, нищий ты, или там есть у тебя хлеб сегодня, нет. Там всем на это наплевать. Поэтому там наплевать и на ориентацию. Там вообще друг на друга людям наплевать. Понимаете? Они так живут в своем мирке. И вот это к нам приходит сегодня, когда мы, я об этом говорил вот раньше, что вот этот вот узкий мирок, он сегодня стал тоже поглощать наших людей. Они стали меньше интересоваться жизнью страны, жизнью мира. Понимаете? То, что было присуще нам, людям советским. Понимаете? У нас интересы наши были весь мир. Мы знали географию всего мира. Кто чем зарабатывает, какая страна что экспортирует, импортирует. У нас была экономическая география в школе так шикарно и так крепко поставлена, что мы могли дать фору всем абсолютно. На планете мало кто из школьников знал так свою собственную географию, как мы, например, могли знать географию Америки, Франции, Германии. Мы открыты всему были миру всегда. А там сейчас все замкнуто. И всегда там все было замкнуто. И вот меня беспокоит, что сегодня люди тоже у нас в России начинают обособляться по европейскому принципу. Европа здесь нам плохой пример. Нам вообще Европа не пример, я должен сказать. Мы живем гораздо интереснее, гораздо богаче, внутренне богаче, чем Европа. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо вам. Спасибо вам, друзья. Всего доброго. Счастливо. Всего доброго.